Мобилизация. Российские блогеры за или против. Все настолько идет по плану, что похоже, без мобилизации не обойтись. Руслан Соколовский сбежал из страны пешком, а в соцсетях тем временем призывников сравнивают с мармеладками и картошкой фри. Привет, с вами ютубер, и как ни крути, а эту новость сейчас в сети обсуждают буквально все, в том числе и популярные блогеры. 21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. Для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. После публикации соответствующего приказа в СМИ тут же появилась информация о том, что всего мобилизация затронет 300 тысяч россиян, в первую очередь уже от служивших, имеющих боевой опыт и определенные военно-учетные специальности. Правда, в указе о мобилизации все эти критерии не прописаны. Также осталось тайной, сколько человек собираются призвать. Прокомментировал эту информацию блогер Илья Варламов. На его канале к этому часу вышло уже 4 ролика в той или иной степени посвященных мобилизации. Здесь и новостные сводки, и кадры с протестов, но и само собой полный гайд о том, кого, когда и как именно будут призывать с комментариями официальных лиц и юристов. Подобные ролики также вышли у проекта Алексея Пивоварова «Редакция» и Ксении Собчак. Как вы оцениваете вот этот самый уровень паники? Он чем-либо обоснован? Или это вот... Нет, не обоснован ничем. Это именно паника. Та же Ксения Анатольевна в своем телеграм-канале придавала огласки истории призывников, которые по всем параметрам не должны были попадать под мобилизацию, но тем не менее были призваны. Если бы мне сказали, что возвращать людей домой из мобилизации будут ресурсы Ксении Собчак, то я бы не поверил, пишет журналист Павел Никулин. А стоило бы. Парирует Ксения Анатольевна. Руслан Усачев посвятил мобилизации и связанным с ней событиям целый ролик. Кратко об отношении блогера к ситуации. Я, конечно, на Х2 смотрел обращение, где президент, оперевшись на одну руку, серьезно рассказывает о тех вызовах, которые были брошены стране. Причины, по которым были брошены вызовы, они, естественно, сугубо внешние. Никто сам себе в колено не стрелял. Это все они плохие, кругом враги. С долей иронии и аккуратно подбирая слова, но все же посыл понятен. Что же касается настроения Усачева, тут он объяснил, что не паникует, потому что никак не может повлиять на ситуацию. Но и бежать из России, куда он, к слову, вернулся, блогер не собирается. Я на это не могу повлиять, а раз я не могу повлиять, то и смысла паниковать тоже не вижу. Как видите, это видео снимается в том же месте, где и предыдущий ролик, не по дороге в Ереван. Противоположная история у другого Руслана, Соколовского. В своем телеграм-канале он сообщил, что неделю назад также вернулся в Россию, чтобы разобраться со счетами и недвижимостью. Когда все дела были закрыты, грянула новость о частичной мобилизации. Цены на авиабилеты резко подскочили до заоблачных сумм, а из Москвы первое время и вовсе было невозможно улететь. Собственно, поэтому Руслан решил пересечь сухопутную границу страны. Но и тут все было не так просто. Многокилометровые пробки и пристальное внимание на пограничных пунктах. На границе я столкнулся с очередью в 160 машин, так что пришлось идти пешком. Суммарно я потратил около 10 часов, из них 5 часов в дороге, 4 часа в очередях и около часа отвечал на вопросы пограничников. Поделился опытом Соколовский. Юрия Хованского подписчики заметили в аэропорту Санкт-Петербурга. Официально о своем отъезде из страны блогер не заявлял, но в недавнем интервью Ксении Собчак признался, что давно планировал переезд в Сербию. Позже стало известно, что Юра сел на рейс в Кыргызстан. Мне здесь оставаться не очень хочется. Мне в свое время Ютуб предлагал творческую визу в Великобритании. Да, об этом говорил. Я их нахуй послал, естественно, такой, вы что, какая Британия, Россия, Россия. Но у меня возникло ощущение, что моя страна меня не так сильно любит, как я ее. Поэтому, собственно, я против безответной любви. Сегодня в сети появились фото другого блогера из питерской тусы, Юлика. Его с Машей Марморес заметили на границе с Грузией. Правда, однозначно сказать, что это они по фотографиям сложно. Вот такие вот прикольчики. Ресторатор во время стрима с Айзой признался, что тоже уже покинул Россию. Я так рада, что ты уехал. Это было очень сложно. За мной приехали на машине и увезли. Мы ехали все утро, весь день и приехали наконец-то. В конечном счете Саша планирует добраться до Армении. Семью ресторатор оставил в России. Как сказал блогер, пока его жена не попадает под мобилизацию. Но в ближайшие пару месяцев ее тоже нужно перевезти за границу. Вот эта вот усталость, безнадега, бессилие. И понимаешь, что ты никуда не можешь сделать, только бежать, как тараканья, прятаться. Дмитрий Ларин, покинувший страну еще в прошлом году, комментирует новости о мобилизации с безопасного расстояния и раздает советы. Если вас уже затащили в военкомат, не совершайте мою ошибку, но если вас уже затащили в военкомат, то пишите отказ о прохождении воинской комиссии. Дальше будет проще. Дальше, глядишь, войну пройдут они. Дальше, глядишь, режим рухнет. Дальше, глядишь, потеряется ваше дело. Российским блогерам, которые поддержали СВО, Ларин посоветовал быть последователями в своих решениях и отправляться в военкоматы. Я считаю, что все пропагандоны, блогеры, кто топит за Путина, призывного возраста, которые подпадают под эти характеристики, должны обязательно сейчас идти на своем примере, показать, что вот они последовательные. Они должны идти, показать на своем примере. Вот, а иначе, ну кто они? Просто пи***болы. Амиран Сардаров, выкативший зимой пост в поддержку спецоперации, как раз пытался пошутить на эту тему, скидывая в телеграм-канал фотографию из очереди в военкомате. Дальше этого, впрочем, не зашло. Стаса и как просто в своих роликах заявил, что не стоит разжигать панику, и воевать отправят исключительно бывалых военных, подписавших контракт на нахождение в запасе. Остальные будут выполнять текущие обязанности в тылу. Ну вот сами подумайте, ну что толку, вам или мне дадут завтра автомат, скажут, все, иди стреляй, иди воюй. Смысл-то какой? Я либо в плен сдамся и получу, как бы, увечья, либо меня просто убьют, я даже технику никакую, я никакого ущерба врагу не смогу нанести, я автомат не держа, я его с предохранителя не смогу снять, я даже не знаю, есть ли у автомата предохранитель, но по логике он есть у всего огнестрельного оружия. Вы понимаете, насколько я дно? Вы, скорее всего, такое же дно. Зачем вас отправлять? Правда? Вова Братишкин тоже решил не паниковать раньше времени. Народ запаниковал, ну естественно, б***ь. Это ж не там, это теперь тут, б***ь, да? Ух, это другое дело, это уже надо панику поднять. Ну мне как-то, знаете, да тут по висточку придется. К сожалению, когда ты, б***ь, рождаешься в какой-то стране, ты по факту должен. Потом, правда, стример уточнил, что его перспектива попасть в ряды российской армии не привлекает и предложил военкомам присмотреться к другим кандидатам. Я считаю, тех, кто выступал за в***ю, нужно в первые ряды их ставить туда, запретить им выезд и шобы пошли защищать родину, на границе стояли. От нападений. Первая под мобилизацию попадает категория Z. Все остальные могут спать и играть в доту. А вот Хесус высказался резко против мобилизации и раскритиковал своих коллег-стримеров, которые не стали покидать Россию. По факту, они, ощущение такое, живут в каких-то иллюзиях, б***ь, непонятных. Или с мыслями о том, что обойдется, типа, или пронесет. Или, может быть, они смогут откупиться от этого как-то. Что, кстати, вполне, наверное, возможно. Если денег много, можно бабки дать и... И все, и никуда не поехать. Хардплей, за судьбу которого Хесус отдельно переживал на стриме. Хардплей заберут? Хардплей, да, кстати, он тоже, во-первых, служил в армии, во-вторых, у него там работа, короче, была связана с этим. Отнесся к мобилизации философски и даже разозлился на зрителей, которые атаковали его вопросами. С***, это просто как инкубаторские, б***ь. А где? А как? А чё? А нет, ну вот, а как ты думаешь? Б***ь, я ни х***я не думаю. Ни х***я не думаю. Придет повестка, б***ь, соберемся и пойдем. В чем проблема, нахуй? А вот Пятерка, которого миновала первая волна мобилизации, признался, что с его военной профессией водитель грузоперевозок выбор совсем печальный. В чем проблема? Грузовики перевозят обычно очень важные грузы, да? Они либо боевые грузы, либо боевые единицы перевозят. И если надо ликвидировать грузовик, то по первому, по кому стреляют, это очевидно по водителю. Я себе отчет адекватный отдаю, что для меня выбор уклоняться и отсидеть два года лучше, чем идти стрелять и, возможно, умереть. Руслан Тушенцов отказался, цитируем, Подыхать за шизу парочки дедов. Марьяна Ро также написала, что не поддерживает мобилизацию. Зато в соцсетях блогеры поменьше вовсю стали успокаивать сограждан, показывая на примерах, что мобилизация 300 тысяч человек – это мелочь. Судя по постам, инфлюенсеры решили, что объясняют ситуацию совсем уж недалеким людям. Так что примеры были соответствующие. Призывников сравнивали с мармеладками, картошкой фри и косметикой, для верности приправив эти яркие метафоры хэштегом без паники. Блин, да че, один процент на телефоне остался. Захватит? Слушай, да мало. Видишь, как это мало? Тогда че паникуешь за частичной мобилизацией? В СМИ, к слову, появилась информация о том, что один такой пост стоил 30 тысяч рублей. Если это правда, то ценник весьма демократичный. Это гениальные политологи раздали методички, где инстабогини сравнивают человеческую жизнь с мармеладкой и картошкой фри. Надеюсь, их выпьют из их великих креативных контор с волчьим билетом. Я как бы ничего не жду от нашей пропаганды, но это уж совсем за гранью. Когда Z-аккаунты снова начнут говорить, что они проигрывают информационную войну, надо скинуть им это видео, прокомментировала флешмоб Ксения Собчак. Ответочка коллегам-микроинфлюенсерам прилетела и от инстапсихолога Рины Рамзаевой. Она наглядно показала уже совсем другой 1% от пачки презервативов, которыми стоило воспользоваться родителям незадачливых блогеров. Гениально! Количество мнений в нашем сегодняшнем ролике зашкаливает. Осталось услышать главное, что вы думаете по поводу частичной мобилизации в РФ. Оставляйте комментарии под видео и не жалейте лайка. А с вами был проект Ютубер. Увидимся в новых выпусках. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok